поставьте от 1 до 10 я смотрю, что ролик некоторые слышали, но не видели к сожалению, но ничего, сейчас вы увидите через камеру Олега как у нас говорят вживую да, отлично отлично, о как мы сразу активно начали сегодня отвечать это радует вдохновляет ну что ж, я тоже очень рада вас приветствовать вот я отдохнула в воскресенье и уже соскучилась по вас, ролик зависал ну да, бывает такое, если немножко или компьютеры староватенькие, или интернет не тянет компьютеры, вернее, не очень молодое вот, сегодня у нас радостный день радостная встреча, надеюсь, что все вы тоже провели прекрасно свои выходные да и мы соскучились да вот, начинается новая неделя и с каждым днем мы все ближе и ближе к концу этого 2015 года и все ближе к началу 2016 года кому-то весело, кому-то грустно, что так быстро тогда летят но тем не менее приближается чудесный волшебный праздник Новый год и вот сегодня мы будем на эту тему говорить сегодня у нас выступает кто у нас выступает Олег Доргор Суздаль да поставьте нолик и кто его не знает было волшебно да Татьяна тут не написала такой отзыв я очень сильно-сильно пожалела, что меня там не было про места силы ну может быть Олег что-то скажет несколько слов про это но у нас тема сегодня другая у нас сегодня тема новогоднее волшебство так что все знают Олега то есть ни одного нолика не поставили да я обычно говорю поставьте нолики кто не знает пятерочки кто знает ну сейчас пятерки нет смысла тогда ставить значит его все знают но тем не менее я еще раз повторюсь кратко о нем расскажу и тему и начнет уже Олег выступать ну как обычно по порядку Суздаль Олег Владимирович духовное имя Олег Доргор худецник северно-шаманской традиции парапсихолог мастер Кундалини Рейки тренер по личностному росту также он занимается литотерапией литомагией это магические аспекты работы с кристаллами у нас уже были был тренинг на эту тему нейтрализация внешних враждебных энергетических и магических воздействий как с этим работать избавиться от этого тоже был тренинг такой магическая энергетическая защита на высоком уровне руническая магия славянская ведическая культура Олег о себе говорит так моя цель помогать развиваться другим и раскрывать личностный личностный потенциал я хочу чтобы как можно больше людей стали счастливыми поэтому помогаю достигать гармонии счастья успеха и осознанности выйти из сложных ситуаций проблемных зон трансформировать болезненные и негативные состояния в позитив совершенствуясь духовно-физически я уверен что мы на правильном пути и вот сегодня у нас тема будет волшебство исполнение желания тема новогодняя вы узнаете про основные принципы создания и материализации желаемого как творили и создавали наши предки волшебники как быть успешным человеком всегда потоки чтобы творить расскажет про баланс как это тоже является секретом равновесия и создания материализации почему важно полюбить себя получите знания сотворения реализации желания секреты исполнения желаний и будут практика медической медитации достояния Бога практика единения со Вселенной вы будете находиться сегодня в мощном потоке энергии для баланса этот специальный предновогодний вебинар от Олега Даргора для того чтобы каждый кто желает обрел могущество исполнения собственных светлых желаний Елена сегодня Олег будет выступать ровно с той же темой что выступал вчера поэтому я думаю что вы будете удовлетворены и запись сегодня с ним будет про вчерашки ничего сказать не могу не готов ответить ну все Олег если готов выступить начать выступать поставь пожалуйста плюсик да отлично все я предоставляю слово Олегу Даргору встречаем его бурными аплодисментами я всем привет рад всех видеть давайте по традиции пожалуйста проверим нашу связь если вы меня хорошо видите и слышите ставим сразу десяточки ставим десятки не скупимся на оценки потому что чтобы они уже на техническую часть не отвлекались и стали уже общаться делать практики интересные всякие хорошие супер я тоже рад благодарю Галина за начало за открытие нашего мероприятия вот связь картинка идеальная если у кого-то в чем-то заминка то просьба друзей в комнате подсказывать чтобы люди перезаходили обновляли браузер перезагружались вот ну и собственно опыта рекомендую всем пользоваться гугл хром там не бывает как таковых проблем вот по крайней мере с этой комнатой точно всегда замечательно получается всем долгих лет жизни мудрости знания радости вот сегодня мы будем говорить на волшебные темы да конечно иногда хочется запись отсюда взять запись отсюда взять какую-то хорошую практику вот но нужно быть здесь и сейчас не думать о том что было вчера вчера Олег Даргоров говорил одни вещи сегодня скажет те же самые другим языком может быть именно сегодняшние практики медитации дойдут до вас как нечто такое огромное откровение которое преобразит понимание принципы понимания работы с энергиями со вселенной с окружающим миром пространством людьми для кого-то какой-то монастырь является откровением духовной жизни где человек может раскрыться для кого-то собственные дети для кого-то собственная семья собственной личной жизни где каждый человек вынужден отказываться от эгоизма собственных устаревших представлений и мнений какого-то такого жесткого высокомерия и так далее вот и принимая с благодарностью все что нам вселенная дает прямо сейчас прямо здесь прямо в данный момент мы можем стать чуточку лучше не оглядываясь назад в то же время не думая о том что будет потом через год через два через три года наступает такой закон о котором говорят все учителя все духовные знания здесь и сейчас это момент преображения это момент когда мы живем когда нет потребности страдать когда нет потребности переживать что-то здесь в уме как кто-то о чем-то подумает как кто-то о чем-то среагирует да и так далее на самом деле без разницы кто как себя проявляет важно как мы себя чувствуем то какие мы ощущения эмоции вибрации звучали во внешний мир поэтому я всегда говорю мои тренинги они предназначены для тех кто готов брать эти знания знания очень простые но они работающие эффективные и придет на тренинг волшебство исполнения желаний неважно 500 человек или 200 или 10 или даже один человек придет я для всех буду работать одинаково выкладываясь на 1000 процентов потому что мы живем здесь в этот момент когда хочется раскрыться и летать и я хотел бы чтобы каждый из вас выяснил это простое правило здесь и сейчас мы должны открываться не думая ни о чем поэтому сейчас отключайте свои мозги отключайте какие-то может быть представления о том как должно быть какие-то знания которые получили вчера позавчера еще где-то и просто идите в потоки в потоки тех вибраций которые вы пропускаете через себя накапливаете совершенствуясь постоянно по жизни пусть все живые существа вселенной будут счастливы это очень важный момент каждый раз когда меняем себя изнутри к лучшему когда мы трансформируем свою жизнь во вселенной одно живое существо от этого пробуждается очень многие они просыпаются начинают пересматривать свою жизнь свой опыт делать то что называется переоценку ценностей каких-то своих опытов но сейчас несмотря на то что как говорят многие духовные личности грядет новый год все-таки социальный у разных народов новый год отмечается в разное время года есть восточный новый год который там на востоке китайцы корейцы тайцы вьетнамцы отмечают приходит по-моему это то ли февраль то ли что-то такое я однажды попал когда я в Вьетнаме путешествовал такая шумная феерия с драконами с фейерверками вот у нас у славян новый год это одной из традиций считается осеннее равноденствие 21,22,23 сентября вот да в феврале я буду ругали на китайском вновь я попал и мы вообще конечно были в шоке даже из гостиницы никто не выходил потому что это забавное зрелище видеть множество вот этих добрых людей не всегда в трезвом состоянии кто-то лежит кто-то спит кто-то с драконами пляшет никто не понимает что происходит зато всем весело вот но русскому человеку по-моему праздник это каждый день дай только повод день шахтера день танкиста день работника канализации или еще чего-то в этом духе наш человек рад любому празднику потому что мы как дети радуемся у нас открытые сердца открытые души мы готовы постоянно испытывать это состояние это правильно вопрос в том какой ценой если все это осознанно происходит без употребления всякой дряния алкоголя никотина то конечно это правильное состояние ребенка можно испытывать удовольствие и радость от всех процессов которые происходят в нашей с вами жизни и вот действительно скоро близится такой социальный будем говорить новый год который никто не отменял у людей праздничное настроение все ходят на катки катаются на коньках посещают какие-то семейные мероприятия вот у детей много радости это дорогого стоит видеть такие семьи счастливые которые ходят по улицам естественно я как конечно я не Дед Мороз потому что Дед Мороз это дух смерти в древней русской в принципе не только в русской во многих традициях Дед Мороз это дух смерти определенный и чтобы дух смерти никого не заморозил своим холодом вот в древности на деревне выбирали самую красивую девушку Снегурку ее относили в лес клали под елку вот так примерно отмечали Новый год наши предки тысячи лет назад но сейчас все это трансформировалось видоизменилось языческий праздник действительно перерос в социальный такой публистический ну и я решил в свою очередь благодарность вам за то что вы приходите на все мероприятия на тренинги на вебинары тоже подготовить праздничный вебинар по очень низкой цене что является подарком на самом деле меня как бы ну некоторые люди отговаривали и говорили может быть все таки давай побольше стоимость поставим тренинг серьезный кому на тот придет но я сказал так кто хочет тот придет пусть это будет все равно подарком и будет максимально доступно поэтому вот мы с Галиной сделали такой сюрприз для всех первое время вообще что-то вам 3 500 сейчас тоже 4 100 это не так много за тот скажем уровень знаний и энергетической работы которая будет там проделана вот плюс все время можно пользоваться конечно в записи и попозже я немножко расскажу вам про тренинг волшебство исполнения желаний о том какие там будут сюрпризы какие будут техники рассматриваться какие моменты рабочие будут проходить да Маргарита говорит тоже люблю активно будет людей они все таки взрослые серьезные да когда человек понимает нелепость своей серьезности он начинает просто улыбаться и все больше ничего не происходит сейчас народ еще чувствую подтянется и сразу скажу что сегодня нас ждет не одна целых две практики вот Галина назвала правильно а вторую чуть-чуть не очень но это не имеет никакого значения потому что сегодня будет две замечательных практики ведических медитаций одна из которых называется достояние Бога а вторая называется свет Бога они как бы мне не принадлежат я в свое время изучая древние ведические знания веды обнаружил для себя столь прекрасные медитации которые еще являются откровенным таким путеводителем к божественным энергиям ведь как уже было много сказано древними мудрецами великими волхвами нашими и так далее основной ведический принцип заключается в том что мы автоматически приобретаем те качества на которые мы обращаем внимание почему у славян у русов у наших предков ведических поязычников было принято концентрироваться на хорошем на добрым на позитивном на светлых богах на богах ирийских которые ирий это по сути как бы да то что некоторые товарищи называют раем то есть тот мир предков светлых предков в праве в который мы все однажды с вами попадем в призывание вот ощущение вот этого волшебства и торжества на самом деле мы создаем с вами сейчас кстати уже в комнате ощущается ощущение вот этого нового года и вот совершая такого рода ведические практики медитации мы медитируем на качество бога и как только мы медитируем на качество бога мы с вами автоматически начинаем приобретать эти самые качества бога например достояние бога благость мудрость сила красота богатство только бог обладает этими качествами безусловно все совершенно и все объемлющие соответственно мы тоже начинаем приобретать эти качества если мы говорим о том что у бога есть качество сила все видения все знания и мы об этом рассуждаем и смотрим на это то мы тоже автоматически начинаем приобретать эти самые качества и неспроста древние знали что образы и образ высших сил и бога он должен находиться в доме где мы с вами живем и когда мы держим дома изображение богов или фотографии картины бог приходит в наш дом действительно вхож но ничего не остается как делать какие-то элементарные почтения в древнем языке это требы то что сохранил в современном украинском языке требы или же подношения вот у ингариев восточных народов у многих это тоже распространено что делаются подношения фрукты цветы обязательно какие-то вещи красивые и мы даем энергию любви благодарности высшим силам но в то же время высшие силы боги род и предки начинают отвечать нам взаимностью и делиться той любовью которой очень много это океан мудрости океан любви так Маргарита спрашивает пару слов как на Руси на Новый год дом заряжали знаешь вот есть у южных славян одни традиции на север и другие традиции и так далее есть действительно да но я все-таки считаю что род вообще родовые знания и даже в контексте язычества они к Григору не относятся дело в том что в древности не только на Руси но и по всему миру особенности в Европе была одна единая вера и не было религии что шаманизм как таковой да вот ведическая вера и даже если вы сейчас поедете путешествовать в Сужендию вам скажут идет почитание всех богов одновременно нету такого что Вишну он выше Шивы или Шива выше Вишну и Брама там где-то в стороне стоит все боги полубоги духи да духи хорошие там какие-то нехорошие все равно то же самое вам скажут и на Кибете и на Кайласе и в Непале и вот суть заключается в том что если вы даже обратитесь к любому мудрецу к любому духовному наставнику к учителю он тоже скажет все во вселенной равно все силы равны по сути дела да и не стоит говорить что какая-то деревяшка например она духовным уровнем выше например там в состоянии полубога вот например там агниедева да который изогон отвечает ведь деревяшка тоже проходит свой путь эволюции и потом переродит и сможет стать и рыбкой и птичкой там человеком и так далее то есть мы все лишь в определенном измененном состоянии сознания и энергии которые условно говоря постоянно видоизменяются поэтому очень трудно оставаться такой статичной стабильности в этом мире стабильности нет если есть кто-то думает что он заработает миллиард положит его в банк и будет оставшись жить на эти проценты то это не так банк или разорится или что-то произойдет или валюта обвалится поэтому вселенная и мир постоянно толкает нас к тому чтобы мы двигались мы менялись мы развивались и мы совершенствовались я понял Маргарит тебя но мы кое-какие вещи коснемся да их безусловно обсудим то что можно говорить потому что я стараюсь всегда давать чуточку больше чем заявлено однако мне тоже иногда дают по шапке и всегда все разрешают рассказывать особенно про какие-то древние вещи потому что на самом деле не все люди к сожалению готовы это слышать не все люди готовы воспринимать я одинаково уважительно отношусь ко всем несмотря на то что есть даже люди которые пишут вот я в христианском эгрегоре меня это оскорбляет опускает еще что-то вот чтобы не травмировать всех я даю информацию по чуть-чуть помаленько но тем не менее вполне достаточно чтобы сделать может быть пересмотр каких-то стереотипов установок программ блоков старых ценностей которые не имеют значения например все мои практики которые даже на живых тренингах провожу направлены на то чтобы человек учился текучести качестве воды у нас есть такая богиня леля это любовь и в то же время это текучесть гибкость любой бионер подтвердит что не двигаясь не развиваясь не видоизменяясь не принимая на вооружение какие-то новые знания инструменты невозможно оставаться вот в балансе почему потому что мы хватаемся за старое за то к чему мы привыкли но это не мы привыкли это ум привык тело привыкает привыкает может быть какой-то мозг наш да и да человек совершенно верно Маргарита начинает деградировать именно по этой причине нужно стремиться к познанию природы потому что в природе все меняется посмотрите сколько снежинок все красивые но ни одной повторяющейся снежинки нету которая падает в небо так и люди все люди красивые по своему необыкновенные да чистые нету похожих поэтому есть какие-то такие эгрегоры за зла условно говоря которые пытаются создать учение абсолютное подчинить весь мир все человечество чтобы все все делали одинаково молились читали одинаковые молитвы еще что-то но это заблуждение на самом деле душа человека хочет этой бескрайней бесконечности постижению себя вот но один из моментов когда вот мы кстати хотел тоже такой тонкий момент затронуть который я вижу что у многих людей этот вопрос прямо сидит в голове если это так потом политики поставить чтобы подтвердить мои мысли так сказать ну я знаю что многие развиваются активно занимаются и йогой цигуном и практиком экстрасенсорикой биоэнергетикой и в какой-то момент возрастает наши скорости как говорят вай-фай вай-фай который возникает с космосом скорость получения информации зарастает энергии намного становится настолько много что наше физическое тело не выдерживает то есть я понял наше физическое тело может не выдерживать таких мощных движений в пространстве и иногда хочется сбросить эту энергию например заземлившись позанимавшись спортом или употребив тяжелую пищу какую-то да какая-то физическая активность и вот скорость начинает достигать таких моментов что у людей полностью пропадает аппетит возникает желание общаться с большинством людей социума только маленький круг то есть человек начинает уходить в себя кто-то не выдерживает и начинает употреблять алкоголь естественно сразу деградация идет потому что мы должны понимать что та скорость к которой мы стремимся стать сверх людьми она за пределами вот такого понимания в котором мы сейчас находимся безусловно нужно отказаться от табака и от алкоголя потому что это вообще совершенно томасичные вещи которые только деградируют человека иногда тело не выдерживает на уровне даже клеток сосудов органов безусловно тут нужно переходить на вегетарианство и даже на сыроедение потому что люди будущего это бритарианцы это праноеды солнцееды нас это все ждет и тут не нужно никаких технологий все идет от чистой энергии и что же делать чтобы остаться вот в хорошем балансе потому что когда идет поток энергии мы видим что например наши дела в бизнесе или там например вы занимаетесь вы бизнес-консультант в области я не знаю там недвижимости или там рынка недвижимости или там рынка валютного я в этом ничего не понимаю у вас все прет идут финансы у вас идет энергия в семье все хорошо но вы чувствуете что тело не выдерживает тело начинает как будто разрывать на части и хочется либо скинуть эту энергию либо заземлиться либо поделиться с какими-то благодарными людьми да провести например какой-то тренинг почему происходит так что мозг не выдерживает сознание и тело я угадал у многих людей был такой вопрос нужно принимать все те изменения которые нам дает жизнь судьба и определенные какие-то люди которые дают опыт при знакомстве с ними даже случайные люди там в аэропорту на улице пусть там будут прохожие какие-то так вот вот эти самые изменения они нужны для того чтобы будем так говорить видоизменить смодернизировать эти самые колоссальные энергии вот и вот эта способность быть гибким быть текучим знаете как проволока она гнется в любую сторону при этом не меняется принцип и человек должен обладать собственным стержнем есть такое понятие стезя но при этом постоянно меняться и принимать все изменения и опять многие люди которые так рьяно относятся изучают скажем там язычество еще какие-то вещи стремятся жить поклонам предков соблюдая там уважая предков природа но невозможно жить так как жили предки 5-10 тысяч лет назад язычество было другое ведическая культура была другая не было машин самолетов были другие принципы понимаете потребности были совершенно иные и мы можем только догадываться как жили наши предки часть исследования она субъективна с точки зрения того автора который писал это но способность меняться перестраиваться принимая все изменения вселенной нашей с вами природы и жизни они безусловно помогают стать более мудрым вот работать с какими-то качественными инструментами и одна из моих миссий помимо передачи родовых знаний по большому счету все остальное это тоже инструмент познания себя и управления своей жизнью и вселенной причем без помощи санитаров как управлять вселенной чтобы не привлекать внимание санитаров кто-нибудь видел такую книжку я видел это донести до вас что мы должны постоянно изменять себя в лучшую сторону принимая изменения в окружающей среде при этом не оценивая людей которые не хотят развиваться пусть даже это наш собственный муж или жена пусть это наши родители друзья или бывшие партнеры то есть все такие какие они есть но мы в этой жизни отвечаем только за себя за свой опыт божественного жизни поэтому тема волшебство исполнения желаний она еще связана с тем что дает нам возможность менять какие-то параллели своей жизни используя древние магические инструменты и знания вселенной практически не затрагивая собственные энергоресурсы но при этом нужно понимать что если вы хотите жить красиво так как вы мечтаете красивых сериалах быть любимой да с материальной финансовой свободой обеспеченным всем что вам нужно путешествовать и так далее нужно немножко изменить себя как известно самая сложная работа это работа над собой правда так по вегетарианству дважды переходила чего там но я считаю что не надо переходить напряжением надо переходить мягко вот без усилий слушая организм без фанатизма ни в коем случае иначе будет обратный эффект да информации очень много поэтому мы будем брать только самое лучшее ну и пусть близкие смеются какая разница сначала смеются а потом они будут задавать вопрос а почему ты всегда здоровая почему не болеешь почему много энергии и сначала они будут смеяться потом задумываются потом прислушиваются а потом уже сами втихаря будут вегетарианцами я много таких примеров знаю вот люди боятся одну вещь запомните все люди боятся то чего не могут объяснить все люди боятся то чего не понимают если не понимают вегетарианство они естественно будут его критиковать а вас это не должно тратить так что нормально сектантка всех считают сектантами в обыкновенном обществе кто не употребляет алкоголь никаким уже сектант что-то не тро колбаску не ешь все значит болеешь чем это проблема ну я понимаю да что здесь все отличаются и на самом деле когда мы стремимся вести здоровый образ жизни в своей семье в своем роду все окружающие начинают к этому присматриваться и задумываться почему человек успешный у него успехи в бизнесе он здоровый когда все болеют простудой он за всю зиму ни разу не простыл почему человек выглядит младше лет на 15 при этом прекрасно себя ощущает вот и у него все получается по жизни и соответственно нужно не пропагандировать здоровый образ жизни и не пропагандировать какие-то знания те же виды а нужно жить так сияя изучая вот это сияние по жизни чтобы другие подошли к вам и спросили слушай я тоже так хочу расскажи мне как вот это будет правильно но если мы будем с вами кого-то там к чему-то агитировать или что-то объяснять будет не очень хороший эффект понимаете будет положенный эффект это я уже приводил пример как анекдот начинающие вегетарианцы агрессивные начинают очень сильно критиковать и выстебывать мясоедов иногда заканчивается тем что они чуть ли там не угрожают лицо набить понимаете это конечно неправильный ход не надо никого никогда ни в чем убеждать живите так как вам нравится это будет самый лучший пример все правильно не надо спасать весь мир многие бегают я видел у нас в Уфе был человек такой большой шаратый но он актер видимо по душе и он пытался со всех снять порчу всех почистить всем помочь при этом себе не мог помочь поэтому человек бежит от себя когда он пытается всем помочь начните самостоятельно наполняться обретайте эту целостность например да только личный пример причинять добро совершенно верно видите вы понимаете меня с полуслова вот так вот касаясь волшебства исполнения желаний первый основной принцип потому что нужно оставаться в балансе по гречески говоря в гармонии если мы не остаемся в балансе а у нас такой вихрь энергии такой вихрь информации информация приходит постоянно энергии настолько много что мы только успеваем вот двигаться из пункта в пункт в пункт преображаясь нас начинает разрывать на части естественно это сразу сказывается и на здоровье и на отношениях с окружающими это сразу отражается на каких-то наших даже материальных делах и вот эта способность оставаться в балансе в гармонии она очень важна для людей кто занимается энергопрактиками медитациями целительством всем что угодно как только мы с вами попадаем в баланс вы заметите поставьте плюсики друзья кто это прослеживал допустим много энергии вы знаете какие там практики делаю дыхательные йога пранаяна как только мы вошли в баланс все сразу прет в бизнесе прет в семье все нормально дети себя прилично ведут и никаких проблем нет со здоровьем все начинает выражаться видите то есть в балансе оставаться очень важно и так как баланс тема такая на самом деле объемная глубокая этот пункт будет одним из основных в нашем тренинге волшебство исполнения желаний тренинг кстати уже через пару дней будет 16 декабря так что все-все обязательно приходите кто сегодня в комнате не упустите такую возможность почерпнуть вот эти знания и техники мгновенного вхожения в баланс я буду давать и как оставаться в балансе и как входить в баланс и как сохранить его когда нас раздергивают всякие энергетические паразиты провокаторы агрессоры и так далее и так далее да я знаю что многие уже записались оплатили вот ну самое просто обидное я беспокоюсь за Галину когда человек 100 начинают оплачивать в последние сутки и причем из этих 100 человек 80 человек начинают в последние 2 часа оплачивать и Галина вынуждена суетиться и это просто физически очень тяжело проводить все это потому что всех вас еще надо будет добавить в чат в скайпе в группу вконтакте которая будет создана чтобы мы могли с вами общаться взаимодействовать договариваться о чем-то откуда вы Людмила знаете что олигархам наплевать на баланс вы же с ним чай не пили вы же не общались олигарх это должность и чтобы оставаться допустим на какой-то большой должности человек тоже вынужден заниматься спортом гимнастикой медитациями и так далее мы видим только одну сторону такую которую нам СМИ преподносят но реально мы не можем узнать как происходить понимаете если человек в дисбалансе я уверен у него ничего хорошего не будет неважно олигарх он или по принципу поэтому все люди у которых огромная ответственность они вынуждены следить и думать об этом заранее поняли да мои хорошие ну давайте собственно расскажу немножко про тренинг а потом перейдем к мощным медитациям к мощным практикам вот сегодня я постараюсь сделать их максимально мощными вот я недавно совсем буквально получается пару дней назад провел тренинг живой в Москве и для меня вот проведение тренингов приближает меня к пребыванию места силы ну например я чувствую себя так как будто в Аркаюне или в другом подобном очень мощном месте или в горах Урала где-то вот и обычно меня недели две плющит потому что энергии много я ее отдаю и она возвращается сегодня во время практик вы сможете испытать почувствовать немножко себя будет ощущение на живом занятии на живом тренинге и самая волна которая пойдет конечно попадет на начало тренинга на 16 декабря так что обязательно присоединяйтесь и так тренинг волшебство исполнения желания создан специально для того чтобы создать и продлить не только вот это праздничное праздновогоднее настроение но и дать вам инструменты по управлению нашей с вами судьбой жизнью и реальностью сейчас Галина пожалуйста дай нам ссылочку в чат на тренинг волшебство исполнения желаний а я поведаю вам что интересного и вкусного будет происходить и так данный тренинг предназначен абсолютно для всех противопоказаний каких нет могут участвовать абсолютно все и дети и взрослые значит как я уже сказал буду давать техники мгновенного вхождения баланса что очень важно да и хочу сказать что этот тренинг несмотря на название и оформление он не коммерческий тренинг очень магический очень мощный где будет представлено огромное количество просто сумасшедших практик сносящих нас как говорится с нашей застойной реальности которая не позволяет нам развиваться соответственно один из самых глубоких и мощных практик это даже не медитация это практика и обряд а больше обряд называется слияние божественной человеческой любви это перевернет наше с вами представление об окружающей вселенной далее будем делать мощный обряд медитацию вхождения в сердце богов которая пришла мне в трансовом состоянии я решил включить ее именно в этот тренинг вот так чтобы мы поняли какие божественные процессы происходят через богов вот далее будем делать снова таки обряд практику единения с потоками могущественной вселенной это способность ощутить все силы которые недоступны человеческому меру восприятию и ощущения то есть это качественно иной уровень взаимодействия с богами и со самой вселенной вот затем будут разобраны техники трансформации всего ненужного и ветхого соответственно все что нам мешает как заноза в пальце но легким движением можно это будет убрать соответственно уже готова информация готова к применению специально подготовлена для вас просто берите и пользуйтесь теперь начинается самое интересное самое любимое очень много вопросов было про деньги 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 материальные энергии развитие денежного канала я прекратил уже два года делать халявные обряды по открытию денежного канала потому что люди начинают меняться не в лучшую сторону но подготовил специально для вас инструменты и техники на этом тренинге для материализации усиления денежного канала финансового потока вот работа будет происходить через тонкие каналы частично связаны с как говорят бизнес чакрой манипуры чакры чакры денежного канала и с энергоканалами денежного потока более подробно я расскажу на тренинге и соответственно будет много практик но это еще не все хотя я знаю что для многих это важно и важно почему потому что мы живем в материальном мире что закономерно и естественно также я дам техники инструменты материализации для омоложения для оздоровления органов даже пораженных в очень сложных ситуациях включая онкологию и поражение организма для омоложения лица тела здоровья и всех органов и систем эндокринной иммунной и так далее и так далее я думаю что этого ждут прежде всего женщины но помимо женщин все остальные люди да вот далее будем делать такой северный шаманский обряд усиление через мать и землю то есть земля дает нам потоки материи то есть это те же деньги это материальные какие-то блага и пусть часть этих потоков мы будем получать напрямую то есть что-то человек покупает за деньги что-то от вселенной сразу напрямую получает без участия денег путем параллельно энергетической работы соответственно эти техники даваться будут тоже в полной мере кроме всего прочего нас с вами ждет множество различных интересных сюрпризов и так какие необыкновенные сюрпризы во-первых во-первых тренинги попадают на дни силы непосредственно 16-18 дни непростые об этом я вам расскажу на тренинге 22 декабря зимнее солнцестояние один одна из четырех самых сильных точек в году поворотных когда можно изменить судьбу изменить жизнь человека к лучшему я уже говорил что предпочитаю в эти дни уезжать в места силы Аркаимы Ремель Зюрат Куль проводить там медитации камуане шаманские с кострами с богами с духами но в этот день я с вами и для вас я делаю этот праздничный феерический тренинг далее мы будем учиться делать магические техники используя свободный потенциал энергии воздуха при новогоднем день люди суетятся покупают подарки беспокоятся у всех праздничное настроение огромные потоки свободной энергии мы с вами будем использовать для материализации наших с вами желаний друзья пожалуйста не думайте что исполнение желаний это просто комочек каких-то подарков это пачка денег это все это здоровье это долголетие это омоложение это те инструменты которые позволят вам пользоваться значит этими знаниями всю вашу жизнь потому что тренинг будет проходить он лайн соответственно записи вы можете брать и пользоваться ровно столько сколько вам это сколько вы это захотите да конечно запись будет безусловно и помимо огромных плюсов я уже сказал это низкая стоимость данного тренинга одна из таких моментов это было мое пожелание чтобы тренинг был доступный и того чтобы как можно больше людей пришло вот сами понимаете что подобные тренинги они на самом деле не дешевые этот тренинг тоже не дешевый в этом понимании смысла брать это или нет решать только вам на самом деле вот часть этих знаний которые там будут использоваться они шаманские их на самом деле нету практически ни в одной из литератур потому что большинство вещей которые инициируются передаются они даются очень зашифрованном виде в закрытом виде и соответственно человек самостоятельно не может это расшифровать вот вот Орли спрашивает так дорогая Орли 22 не попадаю да конечно ты можешь 23 поработать потому что 22 это зимнее солнцестояние 22 это у нас в на Руси получается а у вас как раз ты же по-моему живешь в Штатах если не ошибаюсь у вас как раз и будет это все 23 число надеюсь я правильно все объясняю плюс солнцестояние не подразумевает одни там идет фаза 2-3 дня так что потом Ёль вообще вообще 25 числа Ёль будет понимаете еще один мистический праздник и мы получается все мистические самые такие зимние дни захватываем так что добро пожаловать обязательно приходите на сколь замечательный тренинг вот 22 23 24 25 26 27 28 это все дни силы просто 22 23 25 это одни из самых сильных в дни зимних солнцестояния это когда друиды кельты славяне арии шаманы все они проводят обряды вот взаимосвязи с богами почитайте в интернете кучу информации и так далее вот вы всю эту информацию сможете вполне себе без проблем получить вот помню всех помню стараюсь всех помнить всех люблю как вас тем более люди которые вначале приходили на мои тренинги вначале я не помню Галина помнит может быть я начал весной или летом вот ну такой так сказать поздней весной ближе к лету проводить онлайн тренинги очень пришла информация что пора вначале было не так много людей потом уже на силе рода вообще почти 200 человек пришло на этот замечательный тренинг но тем не менее всех помню даже стараюсь запоминать и все кто в Москве приходит на консультацию помню вот соответственно вот эти моменты которые позволяют нам менять судьбу они будут даваться да если вы готовы что уже избавиться от старых стереотипов модели поведения жизни там уровня дохода достатка приходите это знание для вас теперь еще один интересный сюрприз и секрет значит вот наши с вами предки в древности они творили материальное да и творили какие-то магические вещи и даже притягивали события гораздо проще не только потому что там праны было больше да в древности что за бред праны праны везде полно дыши в горах кислорода хватает на самом деле наши предки я об этом частично говорил насилие рода творили в трех мирах нижний мир средний и высший и в этом заключается секрет быстроты чистоты и частоты исполнения желаний то есть ну допустим как я имею право говорить об этом или имею вообще моральное право рассказывать о каких таких вещах или должен сидеть и молчать так вот я считаю что все таки в своей жизни я реализуюсь я состоялся как некая личность которая чего-то достигает то есть все что я хочу вселенная мне дает и боги мне дают даже намного больше чем я заслуживаю и может быть достоин этого но боги меня любят и я считаю что мы обязаны делиться теми знаниями которые мы с вами получаем и у меня тоже есть такая потребность поделиться этими знаниями так как в жизни я получаю абсолютно все что я хочу я могу говорить о таком тренде как волшебство исполнение желания чтобы вы тоже могли получить эти знания и человек который чем-то не обладает не может это дать например человек у которого нет семьи и собственных детей не может говорить о и проводить тренде о семейной жизни да то же самое с биоэнергетикой как и неизнавидящий и не экстрасенс например может говорить о экстрасенсорике или как может не волшебник говорить о волшебстве но волшебство это совершенно обыкновенное состояние так вот наши с вами предки они творили и не только шаманы волхвы кудесники волшебники а люди просто с открытым сердцем потому что славяне русы да наши предки они жили с чистым сердцем поэтому материализация проходила очень быстро и один из секретов который мы затронем на нашем с вами тренинге помимо множества просто прекрасных замечательных практик по биоэнергетике там тоже будут практики по биоэнергетике будут ведические практики слияния с богами и будут практики по развитию они побочные они связаны с материи но развивают экстрасенсорику будет дано понимание творения в трех мирах в трех пространствах это как в сказках да? три мира верхний мир в среднем и нижнем так вот наши предки творили в трех мирах и сейчас такие более-менее серьезные мистики шаманы они тоже двигаются в трех мирах обратите внимание во всех культурах говорится одно и то же одна и та же информация да? верхний мир это мир сварога да? это правь мир прави света у богов это мир проявленный мир вот мир ныне живых людей бога человек которые должны вспомнить что они боги на нижний мир да? если брать традицию тюрскую все тюрки татары башкиры турки те же они были тоже язычниками у них были шаманы даже хазары евреи те были язычниками у них были мощные шаманы вот серьезные довольно-таки они говорили что есть тенгри бог вечности бог неба тенгри у нас это сварог да? у индусов это брама брама есть нижний мир и у них называется эрлик у нас это чернобог или есть такой бог вий помните гоголи читали вий есть еще такое божество дэй вот есть кащей мощный бог как говорят есть ящер но это пантеон черных богов такой да? есть велес навный еще который в наве тоже провожает предков процессы ну и так далее и вий это вполне реальный персонаж то есть это не просто какой-то выдуманный художественной литературой персонаж это вполне реальный бог из пантеона темных русских богов которые выполняют определенные свои миссии то есть у наших предков не было такого что вот этот хороший это добрый это черный это белый нужна связь и с богами и с миром мертвых потому что например обратившись к тому же Вию или Чернобогу можно попросить разрушить болезнь которая не может помочь ни один врач ни один целитель ни один остеопат или еще кто-то Чернобог он разрушает границы сознания предела возможности человека например человек хочет отжиматься тысячу раз да? а может только пятьсот и он обращается к Чернобогу или к этим богам нижнего мира чтобы они разрушили рамки в голове рамки в сознании то же самое происходит и с пониманием что у наших с вами предков не было разделения на черное белое и вот это древнее ведическое понимание что все едино что все циклично что-то рождается во вселенной что-то умирает по весне листья расцветают распускают цветы листья они красивы но весной они опадают и видают если не будет таких сил во вселенной которые способствуют вот какой-то трансформации перерождению то человек будет страдать невозможно быть в одинаковом постоянном зачаточном состоянии это примитивизм вот соответственно вот этот уровень движения и воплощения реализации каких-то наших таких намерений желаний вот они будут происходить на трех уровнях но это тоже секрет который мы будем разворачивать уже мистически в полной мере непосредственно на самом тренинге поэтому регистрируйтесь и покупайте тренинг прямо сейчас потому что первый плюс сейчас покупая у Галины вы покупаете по самой низкой цене а второй вы получаете еще подарок видео видео которое я снимал в Аркаиме тоже на очень интересную тему я думаю вам понравится будет ли целительская практика на здоровье на самом деле практику те знания которые будут давать они применимы и применяемы к твоей проблеме но я считаю что обращаться к богам это нормально здесь ничего такого то есть негативного нету неправильного и твоя проблема она тремя путями решается вот но если обратишься я тебе подскажу потом вот а сейчас мы будем готовиться и направиться к практикам правда я надеюсь вы уже заждались хотите практиковать ко мне даже прилетел горячий травяной чай башкирским медом если такой чай пришел значит пора делать практики вот так что проходите прям по ссылке я знаю что сейчас множество всяких тренингов и огромный выбор иногда человек теряется куда пойти в данном случае я даже не агитирую пойти ко мне я просто рекомендую слушать свое сердце потому что сердце должно быть в открытом состоянии если вы будете слушать то сделаете правильное решение правильный вывод вот соответственно правильное действие которое позволит вам оказаться в нужном месте в нужное время и взять именно то что положено вам судьбой богами и высшими силами правда ну что давайте приступим к практикам про тренинг я немножко рассказал сейчас будет практика которая называется достояние бога глазки все прикрыли прикрыли ласки все прикрыли делаем спокойный вдох очень медленный выдох дыхание естественное спокойное мы дышим и в этом дыхании успокаиваемся начинаем медленно подниматься над нашим телом тело находится в спокойной медикативной форме в этой спокойствии и гармонии мы с вами приподнимаемся над телом над землей и видим нашу планету мать земля такой клубочек очень красивый с жизнью которая происходит на ней с морями океанами лесами полями во всеми жизненными процессами мы видим огромное количество существ которые здесь существуют рдаются умирают живут радуются мы также видим что на этой земле есть огромное количество качеств которые относятся к самому богу или достоянии бога вот сейчас мы с вами видим что первое качество которое мы видим на земле это сила есть чрезвычайно сильные люди физически морально духовно есть настолько сильные люди что они могут пальцем сдвинуть гигантскую машину как камаз есть настолько сильные люди что взглядом перемещаются пищевые коробки обладают телекинезом есть настолько сильные люди что сила и слово они убеждают сразу например целую страну стать вегетарианцем вести здоровый образ жизни есть настолько сильные личности что своей ментальной силой создают такую благотворительную атмосферу что все люди на земле начинают изучать веды лидические знания и вот мы смотрим на качество силы мы понимаем что сила это одно из достоиней Бога только сам Бог наделяет силы и лишает их Всевышний может в любое время подарить силу может в любое время лишить силы дальше мы смотрим что на земле есть такое качество как красота есть красивая природа красивые города красивые горы реки озера моря есть необыкновенно красивые люди мужчины и женщины они как боги светятся своей красотой но если мы обратимся к первоисточнику этой красоты то увидим что первоисточник красоты это не что иное как сам Всевышний это еще одно из достоиней Бога и Всевышний может наделить безусловной красотой ребенка от рождения человек может быть очень красивый например фотомодельно попав в аварию Всевышний забирает эту красоту потому что человек возгордился стал лицемерным и надменным и мы видим что достояние красоты он полностью относится к Всевышнему и следующее качество человека это богатство достояние Бога это богатство ведь на земле есть огромное количество людей безумно богатых всякие короли цари шейхи есть в самом он на земле огромное количество этих богатств драгоценные камни золота бриллианты алмазы сапфиры изумруды рубины ничего только нет земля наполнена этими богатствами есть настолько богатые люди что у них просто неимоверные такие скопления больших пачек евро долларов гривен рублей есть настолько богатые ведические цари описано что у них сотни тысяч километров дворцы и колонны из чистого зона в критических притчах описано как личность но если мы обратимся к первоисточнику этого самого богатства мы увидим что сам Всевышний является источником этого богатства сам сам Всевышний наделяет решает благосостояние изобилия описано еще одно из достояний бога это богатство и следующий уровень достояния бога это знание на земле огромное количество знаний это во-первых древние ведические знания поэтому есть мудрецы брамены полхвы риши как называли мудрецы древние ведические которые наизусть знают древние ведические знания могут цитировать шлоки мантры гимны бога но самый чистый источник знания это Всевышний бог наделяет человека знания наделяет и лишает есть такая потребность только Всевышний как высший источник знания поделяет все живые существа этим знаниям что общается толще мы видим также что существуют очень умные люди которые могут использовать свой интеллект те же знания которые зная как поступить могут разбогатеть или выйти сложные жизненные ситуации есть люди отрождененные есть люди которые при помощи каких-то занятий как же шахмат развиваются но если мы обратимся к первому источнику мы увидим что только Всевышний сам бог обладает качеством блестящих интеллект таким образом сила красота знания богат ум на самом деле все существующие на земле качества являются достоином бога ибо бог это первый источник всего сущего и все сущие заключаются в нем а он заключается во всем и почитая бога и принимая его в своем сердце в свою душу мы открываем себе в себе бездонно безграниченно свету правильно сейчас полным сознанием качеств и достанием бога мы делаем глубокий вдох впитывая благостной энергией плавный выдох и с выдохом открываем глазки все медленно спокойно возвращаемся в наше физическое материальное тело возвращаемся глазки открываем сборка всех фантомов мои хорошие возвращаемся все прекрасно молодцы сейчас еще практика ждет далеко не уходите из тела давайте в тело надо вернуться вы осознали почувствовали что всевышний это то что проникает в каждую клеточку нашего сознания тела хорошо правда состояние передается жар да сейчас будет еще более жарко будет еще более жарко будет еще более жарко так по поводу тех кто хочет меня поймать выцепить в москве есть повод вот маргарита конкретно для тебя потому что в конце января я буду делать еще один живой тренинг в москве вот приезжайте присоединяйтесь для участия позже дам информацию через несколько минут вот Максим говорит в конце так переключил даже глаза не хотел открывать друзья все кто был на моих тренингах живых знают что я даю много 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 практик вот и практики являются основой движения помимо теории да и 30 запланирован у нас тренинг в москве нормально ничего отменить не надо тренинг волшебство исполнение желаний это тренинг огромного количества практик огромного количества практик я знаю что многие любят такие медитации не все дают именно скажем работающие многие люди просто импровизируют но у них нет возможности вводить вот передавать это состояние чистоты наша же с вами задача входить вот резонанс с высшими силами с богами вот и по мере завершения практ излучать то есть транслировать непосредственно транслировать в окружающий нас мир когда люди очень сильно наполняться этим ну что давайте делать следующую практику у нас еще есть одна интересная практика и уменьшается и уменьшается в объемах но это уже ситхи да это уже мистические какие-то все будет сейчас работать и организм будет очищаться и дополняться энергии куда у меня хотите пригласить ну если все будет организовано я с удовольствием приеду я думаю что где-то через год и как раз там народ наберется чтобы провести полноценный тренинг такой часов на 5-6 да можно с удовольствием приеду потому что там красивая природа вот я думаю что проведем и там мероприятия думаю Галина будет сама как организатор потому что она насколько я знаю она еще организует и живые тренинги на горе Шаста да чтобы все индейцы прилетели индейские духи вообще с большим костром да вполне возможно я даже захвачу свой бубен своего друга мы полетаем над горами на самом деле все к этому идет вы же понимаете просто так ничего в нашей с вами жизни не происходит и не бывает ну а сейчас самое главное получить то что дается в данный момент поэтому тренинг волшебство он будет кбирг он соответствует названию многие практики они меняют очень сильно точку сборки наше сознание вот поэтому берите то что дается открытым сердцем а зачем нам места в гостиницах можно палатку поставить и все мы же проведем там такой тренинг да без проблем сейчас будет еще одна ведическая медитация которая называется свет бога я смотрю многих повшибал из комнаты человек 12 и мы видим возвращаться на самом деле мест много и как говорится не место красить человека там где будем мы всегда будет праздник друзья сели удобно спинка ровная ноги руки не перекрещиваем вот я подключаю парочку кристаллов очень интересных сейчас пойдут вообще сказочные ощущения так что товарищи экстрасенсы которых тут очень много братья и сестры экстрасенсы братья и сестры ловите потоки вселенной глазки прикрыли мы потом еще все обсудим абсолютно верно там где мы находимся там уже находится место силы раньше не мог в это поверить а сейчас я еще ощущаю что в Москве место силы конечно тут 7 холмов и 7 капищ стоят на каждом все глазки прикрыли делаем медитацию свет бога спокойный плавный вдох и спокойный плавный выдох все ровное спокойное продолжаем дышать чувствую легкость и воздушность мы дышим и в какой-то момент мы понимаем что тело это не бремя тело это продолжение нас оно очень теплое комфортное но своим сознанием мы сейчас выходим за рамки нашего тела пожалуйста глазки прикройте чтобы не было слепания из трамвих в этом дыхании рождается теплота и уют эта теплота и этот уют дает нам осознать что мы постепенно поднимаемся над телом и видим со стороны нашу матушку землю мы с огромной скоростью поднялись в космосе мы видим огромное количество планет вселенных и даже галактик мы видим рукава нашей все красивые свастики свастии и вот мы со стороны наблюдаем за нашей матушкой земли мы видим что существует огромное количество форм жизни зачастую многие невидные для наших глаз многие животные формы человеческие даже полубогов в великих горах находятся определенные духи и сущности которые транслируют божественную жизнь и мы видим что когда утром пробуждается солнце даже бог наш он освещает все уголки земли этого света становится легко светло и ясно и в то же время когда солнце садится то луна начинает освещать землю и тоже становится яркой в то же время когда не видно солнца то звезды освещают своим светом наш духовный но самое интересное что когда мы настраиваемся на тонкое зрение мы начинаем с вами видеть поток необычайно чистого красивого и светлого света который исходит от самого Всевышнего это свет бога по сравнению с этим светом все другие виды света являются блеклыми и неполноценными свет от самого бога проникает в самые темные уголки нашей с вами земли и вселенной даже в самых темных джунглях где солнечный свет не может пробиться свет от Всевышнего проникает и трогая своими лучами каждый папоротник каждый листочек каждое растение показывает путь к Всевышнему касаясь нашего тела свет бога показывает насколько он чистый насколько грязной несовершенно наше физическое тело но наш дух наш внутренний огонь наша внутренняя искра происходит от самого Всевышнего мы видим идентичность схожесть божественного света и того света который исходит от нас та самая частичка бога передана через этот свет мы видим что вся земля все моря океаны реки горы и поля освещены этим светом бога и он настолько теплый чистый и божественный что при виде его хочется купаться в его лучах он принимая ванны от солнца хочется плакать от этой чистоты которая содержится в этом свете испытывать трепет благость и радость которая переполняет наши с вами тонкие тела даже грубое физическое материальное тело свет бога преображает нашу душу и мы наполняемся ощущением счастья полноценности и мудрости божественного и сейчас зная что существует свет бога мы вдыхаем его в клеточке своего тела напитываясь легким он как прана проникает в нас оздоравливая каждый орган преображая каждую клеточку нашего с вами организма вот с этим светом мы сейчас делаем глубокий вдох плавный спокойный медленный ровный выдох и когда будем готовы открываем глаз и посмотрите как сильно преобразился как сильно изменился окружающий мир посмотрите как ваше помещение где вы находитесь ваш дом буквально наполнился и скрится этим божественным насколько сейчас нам с вами стало легче дышать сидеть слышать офизать говорить чувствовать и любить сохраняйте это состояние как можно дольше оставайтесь в нем постоянно навсегда сейчас пройду баланс заземления по всем возвращаемся все мои хорошие обязательно возвращайтесь и уходите далеко за пределы сознания голова заболела потому что у нас есть что-то невежественное что боится этого божественного света и мы должны осветить чтобы оно пропало пронизывает все тело очень вообще необыкновенное ощущение каждый раз я делаю эта практика совершенно по-разному она звучит внутри нас я рекомендую делать эту практику ежедневно пожалуйста берите медитируйте на свет бога пульсирует вибрирует скопляет большая благость головная боль с утра наоборот сейчас прошла ну вы знаете что проработки чистки они всегда у всех по-разному происходят поэтому как боги дают так дают ладони горят а правую ногу дергало да какие-то канатчики джиоти ну можно называть как угодно джиоти божественное сияние свет атмана свет брама брамана называйте как хотите медитация так и называется свет бога я ее не придумал это древние древние медической медитации у кого-то там киса тащится боль прошла быстро замечательно да свет идет изнутри через части тела замечательно если между лопаток болит спина значит кто-то вам туда вмонтировал какой-то имплант или чип надо убирать это самое воздействие друзья мы сегодня замечательно помедитировали я очень рад что есть такая возможность практиковать с светлыми добрыми людьми я хочу сказать что в этом году 2015 это будет заключительный но далеко не последний тренинг вот и весь январь я буду заниматься индивидуальными консультациями в Москве поэтому онлайн тренинги и даже вебинары проводить в январе я не буду я уверен что и вы по мне соскучитесь и я по вам тоже соскучиваюсь поэтому приходите на тренинг волшебство чтобы какая-то к авансам на месяц вперед наработаться да вот не пропустите это событие оно будет замечательно жар идет солнечного сплетения замечательно друзья да и практики все которые вы берете все которые вы получаете они безусловно без сомнения будут применяться вами в вашу сознательную жизнь как некие такие вот инструменты да такие правильные инструменты для тех кто хочет немножко больше вы это тоже получите я еще не сказал всякие нюансы будет огромное количество сюрпризов огромное количество сюрпризов непосредственно на самом тренинге поэтому не пропускайте друзья по поводу оплаты и так далее пишите пожалуйста Галине про спиритес я еще раз убедительная просьба не надо оплачивать за час за два часа до начала тренинга сделайте небольшое усилие пожалуйста ради нас с Галиной заплатите оплатите раньше чтобы очень тяжело включать в чат мы всегда начинаем из-за этого на 30-40 минут позже вот многие подтягиваются вот можно оплатить заранее будет очень хорошо чтобы было удобно заниматься организационными вопросами которые тоже имеют место соответственно я сказал в январе в январе значит ничего не предвидится а в феврале уже будем определенные такие делать тоже продолжать тренинги тема будет известна я думаю что уже на тренинге волшебство исполнения желаний определимся с чем мы будем работать подготовить что-то необыкновенно мощное сильное вот по всем вопросам оплаты бронирования приобретение тренинга силы рода и вот многие меня спрашивают лита магия обращайтесь пожалуйста к Галине Галинина поможет вам оплатить и приобрести эти тренинги в записи они есть многие спрашивают также сейчас доступны консультации я хочу сказать что я консультирую по скайпу по всему миру тоже Галина скинет ссылочка в Москве я принимаю лично пожалуйста можете меня в Москве найти да в Москве живой тренинг будет 30 января вот можете меня просто в интернете найти там вся информация будет набирайте потому что все это активно освещается выбран хороший клуб какой духовный очень вот ну связь всегда можно держать по разным источникам по тонким по группам на сегодня друзья я завершаю нашу встречу сейчас Галина еще немножко расскажет информацию пока не расходитесь и по всем вопросам вы знаете где меня найти где живет Олег Дорогов в духовном мире богов скоро встреч увидимся буквально через два дня на тренинге волшебство исполнения желаний обязательно прямо сейчас регистрируйтесь бронируйтесь и не пропускайте столь замечательное событие в этом году я постараюсь в этом году сделать самый мощный тренинг вот как который только можно вообще себе представить особенно любителей магии эзотерики таких мощных энергетических практик ну что до волшебства увидимся всех хочу поздравить наступающими праздниками прежде всего зимнее слонсостояние с праздником Ёль вот со всеми нашими древними ведическими языческими праздниками вот ну об этом я буду говорить на тренинге волшебства исполнения желания у вас появится возможность соприкоснуться с тайнами непосредственно древних наших богов предков волхвов шаманов худесников которые передавали эти традиции из уст в уста так сказать великая северная традиция жива она будет жить пока мы живы с вами представители наших далеких предков русов сейчас мы конечно по всему миру кто-то в Финляндии кто-то в Италии кто-то в Германии кто-то еще на другом конце океана но мы все с вами едины потому что у нас есть духовные цели есть духовные потребности есть намерение сделать этот мир чуточку лучше распространить божественные знания увидимся друзья на тренинге я с вами надолго не прощаюсь всего лишь на пару дней и всем долгих лет жизни и радости олег благодарю за прекрасное выступление как всегда много интересного техники были потрясающие просто так сейчас выключи skype о не выключи вернее уберу звук да я уже в который раз слушаю Олега и просто счастлива что такой человек встретился на моем пути потому что действительно то что он дает я же конечно все тренинги прохожу кроме к сожалению силу роду не получилось второго поляной пройти до сих думаю на Новый год у меня будет пару недель отдыха уже закончу его потому что тогда была очень занята как раз семейными родовыми вопросами на практике проходила вот все же тренинги прохожу и вот действительно все тренинги все техники все методики то что он дает работают просто потрясающе и конечно вы тоже все находитесь под его обаянием когда он выступает потому что человек совершенно чистый светлый солнечный несет любовь и радость да и мудрости столько согласна ага Света спасибо да по поводу мудрости мне тоже все время хочется так и назвать его наш мудрый Олег ну потому что на самом деле все что он говорит но все так и есть на самом деле вещи ну вещи это которые предсказывает а тут именно мудрые он уже родился таким мудрым с этими знаниями либо когда он выступает с нами он находится на канале и получает все эти тоже вещи но он живет в этом всю свою жизнь вот и конечно хочется его слушать и слушать да Татьяна ну я говорю человек уже родился с этими знаниями просто они открываются 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 конечно он еще и плюс ко всему все равно не стоит на месте совершенствуется куда-то ездит учится или занимается я не знаю как это назвать но иногда он уезжает от всех находится в одиночестве и тоже получает знания от прямого с прямого канала так Ольга оплатила жду приглашения на тренинг Ольга напишите мне на скайп я вам вышлю форму которую нужно заполнить и после этого я включу вас чат в группу давайте по организации тренинга тогда расскажу все кто все кто оплачивает должны сообщить мне или моей помощнице Елене Ирмошиной на скайп Лен сброс пожалуйста наши скайпы вот потому что честно я конечно почту мы почту проверяем но иногда почту не всегда удается вовремя проверять и люди бывает ждут допустим воскресенье я обычно не работаю у меня это такой закон это мой день отдыха вот и почта уже так завалена что может ваше письмо затеряться просто ну а по скайпу я обычно всем отвечаю после этого я даю сбрасываю вам ссылку на форму которую вы заполняете и попадаете ко мне к нам в таблицу где видно уже все ваши данные чтобы потом уже не искать после этого я вас беру скайп и включаю в чат тренинга значит скайп на этот тренинг как и впрочем на другие я создала группу этого тренинга где люди оплатившие туда попадают уже между собой общаются Олег тоже общается с теми кто там состоит и когда начнется тренинг там будут все ссылки выкладываться на вход на записи ссылки на какие-то еще материалы которые бывает дает Олег дополнительно вот ну а потом к тому же там происходит общение общение единомышленников люди делятся своими успехами там задают вопросы если что-то непонятно не получается вот Олег отвечает на вопросы и те кто у кого получается тоже отвечают на вопросы помогают друг другу и так приятно вот особенно два последних тренинга сила рода и энергетика биоэнергетика за пределами реальности там уже уже такая тусовка образовалась люди общаются постоянно уже дружат смотрю даже встречаются где-то если кто в одном городе вот и уже там уже идет свое общение ну это я уже так сказать лирическое отступление просто я вам говорю значит организации сообщайте об оплате потому что у нас оплата не автоматическая а оплата то что называется как нужно называть ручную поэтому мы видим что деньги поступили но не знаем от кого вот иногда приходит просто имя и отчество нет фамилии а главное нет ваших там контактов или на яндексе я могу найти иногда видно иногда не видно на яндексе от кого деньги приходят там тоже смотрят куда выплатили если через яндекс то наверное там по-моему видно вот поэтому сообщайте нам сами пожалуйста о вашей оплате после этого мы сразу с вами связываемся сбрасываем вот эту форму заполняйте и я вот утро встаю проверяю форму и те кто вот я сейчас как раз сидела тоже отправляла брала контакты те кто уже вписал свои данные в таблицу и буду их носить в чат так да то раньше как было выясняешь куда платил чего платил сколько то есть столько было возни сейчас полегче стало так Галина сообщила в скайп сейчас сообщили да сегодня я вроде всех просмотрела просто я живу в Нью-Йорке и когда мое утро когда я говорю утром проверяю это ваш вечер поэтому если кто в течение дня ждет не волнуйтесь либо связывайтесь с Леной она в то время когда я не в скайпе когда у нас ночь в то время Елена на дежурстве конечно она тоже может отойти она же не сидит привязанная поэтому если сразу отвечаем тоже не волнуйтесь обязательно ответим так личная консультация так Ольга Ольга напишите мне пожалуйста в скайп чтобы я выслала форму ссылку на форму так дальше личная консультация стоимость онлайн личная консультация стоит 6000 рублей по скайпу и Олег с вами работает по вашему вопросу так Галина сообщила в скайп я после того как закончу посмотрю не пропустите в живую встречу 30 января просто цунами солнечной живы это не писать словами да Татьяна просто написала написала свои впечатления и говорю что я очень сильно теперь ей завидую вообще всем кто там мог присутствовать как Елена Галина кто давно в таких тренинг кто как обычно просто так Елена если вы не в группе то конечно это что-то упущение либо вы мне не сообщили либо я вас где-то пропустила потому что либо иногда бывает что добавляю в группу а люди люди не замечают почему-то вот обычно я пишу что я учила вас в чат тренинга видите ли вы некоторые мне так и не отвечают но я вижу что вроде раз человек не отвечает значит либо в тренинге либо не заметил моего совмещения мне в скайп сообщить вам да Елена в скайп сообщите вы сделали оплату но видимо мне не сообщили да пишите мне в скайп на здоровье так пишите еще вопросы ну вот еще раз тоже говорю что вот этот тренинг волшебный пропустить нельзя тут смотрите тут собственно когда мы научимся волшебничать станем волшебниками Олега такое вот нескромное желание чтобы мы все в новый год 2016 вошли уже волшебниками там уже даже по сути почему-то когда думаем про волшебство почему-то всегда думают или про материальные вещи или про личную жизнь да на самом деле если мы умеем волшебничать мы же можем в любом успехе это использовать вот Олег говорил что или спрашивали тут и про здоровье и омоложение и будут тоже тонкие техники для работы с денежным каналом долголетия вот и еще хочу подчеркнуть что эти техники на самом деле вы не найдете нигде в онлайне попробуйте просто вот поискать чисто вот даже для эксперимента я такой человек я люблю у меня ко всему научный подход я всегда должна получить подтверждение каким-то вещам вот можете поискать просто вы не найдете нигде потому что эти техники Олег напрямую получают ну как сказать из информационного банка или от своих учителей как хотите это называйте вот поэтому либо такие техники передают из уст в уст еще только посвященным понимаете и вот у вас есть возможность прикоснуться ко всем этим тайным знаниям научиться вот просто сейчас говорю время сумасшедшее когда мы имеем такие возможности поэтому не теряйте такую возможность друзья приходите обязательно на этот тренинг тренинг будет сумасшедшее вот еще раз говорю подчеркиваю что это тайные знания но которые Олег уже пропустил через себя не то что он сядет перед тренингом и получит нам расскажет нет он их получил какое-то время назад пропустил через себя проработал увидел результаты понял как это работает практически и вот теперь он нам будет об этом рассказывать на тренинге значит по поводу как тренинг организуется все ясно там я за полчаса буду сбрасывать ссылку с паролем на комнату почему за полчаса потом не за день не за два и не с утра потому что нужно в комнату поставить пароль а комната у меня может быть занята для других дел и нужна будет без пароля вот и теперь какие у нас способы оплаты существуют это яндекс деньги это сбербанк расчетный счет сбербанк карточка вебмани киви ппл также есть приват возможность платить через приват банк и системы электронных международных переводов вестер юнион мани грэм контакт золотая корона юнистрим для тех кто живет со мной на одном материке Америка или Канада просто свяжитесь со мной и мы с вами договоримся как вы мне деньги переправите можно сказать без без комиссии так ссылку Любовь Климова какую вам ссылку волшебство исполнение желания или что нет сбросить еще раз но там выше немножко есть так ага вот сбросила сбросила еще раз девочка так ну вот и так сказать завершая с Олегом у нас последний вебинар в этом году послезавтра начинается тренинг который будет проходить три дня 16 декабря это среда в 20 часов затем в пятницу 18 декабря и последний день будет 22 декабря в день зимнего солнцестояния в самый волшебный день так сказать в году почему-то не открывается Любовь да вот Лена подсказывает скопируйте ссылку и ставьте в адресную строку может быть в другом браузере попробуйте сейчас вот я просто кликну даже чтобы ой Иван Галина спасибо так а вот Галина сейчас вы мне написали что вы оплатили на мою карту а напишите на какую именно мою карту вы оплатили у нас их просто несколько последние 4 цифры там в скайпе напишите пожалуйста вот сейчас я кликнула у меня у меня сейчас открыто в интернет эксплорере у меня все открывается в гугл и хроме тоже хорошо открывается у меня в гугл и хроме тоже открыта эта страница так ага да мне Ирина писала но 11 да я просто не успела вам послать так как я сказала что я воскресенье отдыхаю в субботу у меня была такая большая нагрузка что я не успела я про вас помню вы у меня в списке стоите вы теперь тогда знаете что Ирина просто добавьтесь вот ко мне сами в скайп хорошо и сейчас после тренинга я с вами свяжусь и включу вас в группу в принципе даже кто оплатил давайте-ка я сейчас прямо сюда сброшу ссылку форму которую нужно заполнить чтобы не было двойной переписки где-то у меня постраница ага она у меня не открыта сейчас минутку я тут купила новый компьютер и перехожу с одного на другой у меня половина на одно половина на другом никак не могу полностью все перенести поэтому немного торможу иногда так вот кто 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 сделал оплату возьмите меня можете сразу в скайп меня взять и сразу заполнить эту форму я прямо сейчас вас всех несу в группу это ускорит мою работу и и вам ускорит то что вы попадете в группу так угу любовь к лимову напишите открылась ли у вас ссылка в другом окошке так вот я да значит я начала говорить говорить и ушла в какую-то сторону немного бывает мысль возвращаясь к своей мысли что у нас сегодня с вами последний вебинар вебинар то есть бесплатное мероприятие встреча с олегом я хочу сказать что вот мы в этом году я посмотрела мы познакомились с ним в середине апреля начали общаться специально посмотрела на самое начало за это время мы поработали очень плодотворно вот провели несколько тренингов тренинг первый тренинг был освобождение от негативных влияний что-то такое сейчас скажу освобождение и трансформация негативных проявлений в жизни если хотите вы можете купить этот тренинг в записи я могу сейчас Лена если у тебя нет под рукой ссылки я могу сама сбросить тренинг очень полезный в том плане что вы научитесь освобождаться от того негатива который мешает вам и от того негатива который к вам идет от других людей я думаю что этот тренинг многим нужно иметь в записи он стоит кажется 3000 рублей следующий тренинг у нас был тренинг магические аспекты использования кристаллов литомагии теперь он есть у нас в записи там есть базовый курс есть продвинутый курс каждый из них стоит не помню поскольку вместе стоит 5300 то есть можете купить по очереди один или другой или сразу двойной для тех кто интересуется кристаллами для тех кто занимается тем что помогает людям консультирует или лечит или еще как то вот это будет у вас заполнительный инструмент я сама с большим удовольствием изучила эту тему до этого я с камнями хотя они у меня всегда дома есть но я они мне лежали просто я их покупала потому что они почему-то нравились и я их покупала даже не знаю иногда название вот теперь у меня стало больше ну по крайней мере теперь я отношусь к этому сознательно и использую их это в повседневной жизни знания о камнях я допустим теперь постоянно я теперь наливаю воду в кувшины у меня в разных кувшинах несколько кувшинок везде лежат определенные минералы там кольцы допустим в одной в одной кувшине в других там другие лежат вот по нескольку даже и теперь я пью только как это сказать настой из кристаллов из минералов вот ну то есть я сознательно к этому шусь я знаю что я хочу получить плюс это и для защиты использую и для успокоения еще для многих и когда для лечения правда только себе использую пока вот то есть поэтому вы можете купить этот тренинг записи так а Лен сбросила уже да номер заказа где его взять а Ирина номер заказа вы можете взять знаете вам не обязательно я так как я знаю что вы через Ирину Хольм там где организатор напишите Ирина Хольм и тогда я буду уже знать что это а вообще обычно номер заказа вы можете взять из письма которое вы получаете после того как вы сделали заказ вам на почту обычно приходит письмо что вы сделали заказ за номером таким-то просто чтобы потом ну у нас как сказать чтобы мы свои организационные дела решили между собой поэтому нам нужен номер заказа значит также затем был проведен тренинг развития биоэнергетики теперь его тоже можно купить в записи тоже очень интересный тренинг это так сказать для начинающих кто интересуется работой с энергией там было 4 дня развитие энергочувствительности усиление биополя энергопрактики и энергоинформационной безопасности ну то что нужно знать начинающим и тем кто уже занимается но какие-то вещи упустил тоже интересный очень тренинг стоит на 300 затем был проведен тренинг сила рода Олег с самого начала именно этот тренинг предлагал провести но я видела что на эту тему проводится много тренингов и у меня не было чтобы как-то особо их так покупали поэтому я говорю ну давайте попозже пусть вас люди узнают раля-ля вот а потом когда наконец мы провели я конечно была подписана что столько во-первых столько народу это оказывается интересует а во-вторых мощью этого тренинга поэтому сейчас вы можете купить этот тренинг и уже там столько техник дает и причем они работают я же читаю отзывы которые пишут в этой группе в чате группы сила тренинга что людей просто колбасило конечно кого-то колбасило кого-то мощные трансформации пошли но мы все разные у всех разный старт у всех разные разные роды за спиной стоят или рода как правильно сказать даже не знаю у всех разная жизнь кто-то молодой кто-то уже прожил определенное количество лет поэтому у всех было по-разному но все равно работа прошла у всех вот и почему я еще этот тренинг особо хочу на нем остановиться в том потому что Олег для тех кто прошел этот тренинг конечно будет лучше работать Олег даст еще более мощной дополнительной технике когда уже все проработано почему-то я сейчас в новогодние свои каникулы хочу заняться этим тренингом конкретно проработать потому что в феврале наверное наверное мы еще точно не знаем может быть попозже но в любом случае у Олега уже набралось достаточно материала для другого тренинга может быть поменьше чем этот не знаю не буду сейчас оценивать я же не знаю чтобы дать еще более мощной дополнительной технике вот потому что с родом там у нас может быть миллионы лет миллионы поколений за нами могут быть и конечно чем больше мы работаем тем лучше и нам жить и таким образом мы еще и проводим огромную работу для своих потомков для своих детей внуков и так далее и конечно помощь нашим предкам тоже потому что там конечно наши предки некоторые тоже покуролезли покуролезли это очень интересное и силой рода нужно конечно проработать всем вот ну и последний тренинг у нас был в начале сентября это биоэнергетика за пределами реальности он подходил как для тех кто только начинает так и для тех кто уже давно этим занимается тоже были мощнейшие техники и вот кстати по этому тренингу одна из наших учащихся Олечка Ивашенко мне сбросила четко расписанную по минутам когда какие техники были а техник было ну у Олега тренинги все практические вот он дает технику мы поработали потом он какое-то время отвечает на вопросы что-то рассказывает чтобы мы пришли все в себя вернулись все нормализовалось опять потом опять следующая техника бах и опять после этого то есть обычно за за занятие дается несколько мощнейших техник какие-то техники делаются вообще одноразово какие-то нужно делать там раз в период какой-то там месяц или в полгода или в год какие-то техники каждый день нужно делать или какие-то техники по мере необходимости вот вот Олечка мне все это тоже расписала теперь надеюсь что кто-нибудь может быть Олечка сделает и если она здесь если ничего я здесь не вижу вот записи прослушать тоже будет также все расписано по техникам потому что какие-то техники нужно делать ну там они занимают 2-3 минуты когда ты уже привыкаешь их делать скажем утром после просыпания или вечером перед засыпанием или в течение дня вот допустим сейчас вот на этом тренинге волшебство исполнения желаний Олег даст технику мгновенного хождения баланс ведь не секрет что нас часто в течение дня много раз выбивает из колеи эмоционально чаще всего какие-то обстоятельства или другие люди вот и мы потом долго-долго бывает не можем прийти в себя успокоиться вот он даст нам технику поэтому эту технику на тренинг волшебства исполнения желаний поэтому технику вы потом сможете использовать по мере необходимости вот так тренинг перевод соловьи записи Лена где нет где нет где энергетика за пределами реальности а вот я нашла хорошо я сброшу так вот сбросила записи конечно тренинги все дешевле так благодарю тут мне пишут об оплате тренинга сейчас я вам всем сброшу закончу сброшу всем а вот вот сейчас перевела Ольга вы сразу тогда форму заполняйте вы сегодня перевели потому что мне как раз недавно написала Елена что получила эту сумму 400 Музбербанк по поводу записи почему-то вначале спрашивали или уже привыкли уже знаете наверное все ну да сегодня собственно новичков то и не было все наверное были те кто регулярно время тренинги посещают вебинары на этой площадке которую я организовываю ну все-таки повторюсь для тех кто стесняется не знает но стесняется спросить записи вы можете получить если вы зарегистрированы на странице приглашения это первый вариант вот Елена сбросила ссылку вы получите завтра тогда в районе 11 плюс-минус утра по московскому времени но так как почта не всегда работает корректно я открыла еще группу в скайпе успех и процветание называется и вконтакте также есть на фейсбуке группа и вот там вы тоже можете получить эту запись только кроме вконтактах ой кроме кроме фейсбука на фейсбуке запись почему-то не разрешают на фейсбуке я сбрасываю только ссылки на вход вот ну и если вы включаетесь в эту группу то тогда вы будете вовремя получать все ссылки на вход ссылки на записи ссылки на тренинги на продукты на школы на книги то что предлагают нам наши любимые спикеры так какие еще есть вопросы пишите я жду ну еще раз хочу повторить что зашел может быть позже что сегодня у нас уступал Олег Даргор Суздаль тема волшебства исполнения желаний было проведено две мощные медитации и мы с Олегом приглашаем вас на его тренинг волшебство исполнения желаний который начнется 16 послезавтра 16 декабря в 20 часов и прошу все кто решил идти делайте оплату все-таки хотя бы завтра и сообщайте пожалуйста сразу нам на скайп мне и Елене о своей оплате чтобы не получилось что вы сидите и ждете у нас оплата не автоматическая а ручная и прошу не упустить конечно этот момент этот тренинг чтобы вы новому году стали волшебниками а еще знаете на новый год я даже знаю люди пишут записки на бумажках как то успевают пока часы бьют сжигают их кладут в бокал шампанским и выпивают ну не знаю как-то так не получается успеть это надо наверное быть одному тогда я сюда в компании нового встречала вот и конечно когда вы те кто пройдет тренинг 12 часов то что вы загадаете будет работать намного мощнее ну и главное что вы сможете все эти навыки которые получите на тренинге использовать потом в любой момент вашей жизни так ну что ж тогда будем прощаться если вопросов нет уже на разум мало осталось благодарю вас что были с нами особенно тех кто до конца надеюсь с вами посезавтра встретиться на тренинге олега не волнуйтесь всех внесем пока все не входят на тренинг мы не начинаем и как только вы делаете оплату сразу сразу сообщайте мне или или Лене на скайп Лен сброс еще раз пожалуйста скайп и нашу субтитры субтитры желаю спокойной ночи приятных снов и до встречи завтра завтра в этой комнате